В Красноярске открылся второй торговый форум. Для отрасли это безусловно важное мероприятие. Здесь ритейлеры и производители не только могут показать свой товар лицом, но еще и обсудить важнейшие проблемы. Основная тема форума – вступление в Россию ВТО и последствия для торговли. Розничная торговля в Крае – одна из немногих отраслей, которая ежегодно растет опережающими темпами. За 2012-й оборот вырос на 16%. Такие темпы, например, промышленности и не снились. Но для Края важно, чтобы этот рост обеспечивали именно местные ритейлеры. Как помочь ему держаться на плаву перед угрозой прихода на рынок мировых брендов, как выжить в условиях ВТО – это основные темы форума. По мнению руководителя Международного делового центра «Россия ВТО» Романа Губенко, конкуренция в торговле в ближайшее время вырастет. Как увеличится объем импортных товаров на прилавках наших магазинов. При этом угроза отечественным производителям сильно преувеличена. Снижение размера заградительных пошлин в среднем составит 3-4%. Изменение курса доллара к рублю на один пункт является равноценным изменением всего нашего тарифа на 1%. Поэтому я прошу вас относиться к ВТО как к набору инструментов, которые необходимо изучить. По мнению депутата горсовета Эльвиры Монаковой, противостоять крупным транснациональным корпорациям в торговле нужно только сообща. Красноярским ритейлерам уже сейчас необходимо кооперироваться, создавать общие логистические центры и прочее. Это приведет к снижению затрат местных игроков и станет козырем в конкурентной борьбе. Сейчас мы ставим уже основную задачу своей создания краевой программы и также городской программы по развитию торговли. Кстати, буквально вчера я разговаривала с нашим мэром Дхамом Шупревичем Агбулатовым. Он очень активно поддерживает создание программы развития магазинов пошаговой доступности. Тем более с учетом того, что сейчас у нас нарки закрываются. Администрация края в последние годы наконец всерьез занялась сферой торговли. Раньше эту отрасль курировала Министерство сельского хозяйства. Считало, что государство должно как можно реже вмешиваться в рынок. Теперь подход изменился. Создано Министерство промышленности и торговли. И проблемам ритейла обещают уделять больше внимания. Основная задача – это наладить очень тесный диалог, взаимодействие с представителями торгового сообщества, общественного питания, бытовых услуг, то есть потребительского рынка в целом. В рамках форума в ближайшие дни будут проходить круглые столы о проблемах торговли. И только разговорами обещают не ограничиться. Выводы экспертов лягут на стол руководства страны. Результаты обсуждения, думаю, должны вылиться в ряд предложений. Здесь хотел бы обратиться к организаторам. Предложения, рекомендации для органов власти, для работы аппарата полномочного представителя. Те документы, которые, те обращения, которые мы бы могли направить руководителям главы государства, руководителям регионов. Ну и как же без торговли на торговом форуме? Здесь представлены товары самых разных уголков. Из Приморья, Монголии, Болгарии и других регионов. Интерес предпринимателей к Красноярску в последнее время значительно вырос. За нас играет и статус города-миллионника, и перспективы роста потребительского рынка. В советское время огромное количество болгарской продукции было на прилавках Союза, СССР. Потом как-то все это исчезло. И на сегодняшний момент мы просто пытаемся опять привезти болгарскую продукцию на российский рынок. Добавлю, завтра на форуме ожидают самые интересные дискуссии о повышении конкурентоспособности местного бизнеса, о проблемах владельцев павильонов, а также о нехватке кадров в торговле. Второй торговый форум в экспоцентре Сибирь будет идти сегодня, в пятницу. И официальное закрытие намечено на субботу. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне мой телефон 292-9127 или пишите на наш сайт afontovo.ru Виталий Поляков, Сергей Кашин, Афонтово Новости.